Всем привет! Сегодня я расскажу вам альтернативную историю, где Вейдер и Старкиллер объединились против Императора Палпатина. После смерти Шак-Ти Старкиллер прилетел к Вейдеру. Они встретились на Звездном Разрушителе. Тут же к ним вошел Император. Вейдер и его ученик зажгли световые мечи. Ты меня предал, Вейдер. Пора преподать тебе последний урок. Сидиус выпустил поток молнии. Вейдер заблокировал их мечом, а Старкиллер увернулся и с прыжка попытался напасть на Сидиуса. Сидиус выставил барьер, сдерживая меч Старкиллера, а затем схватил того силой и отшвырнул в сторону. Вейдер стал использовать телекинез, чтобы атаковать своего учителя, кидая в него окружающие его предметы. Пока Сидиус с легкостью уворачивался, Старкиллер поднялся, а затем, выпустив поток молнии, отшвырнул Сидиуса в сторону. Вейдер воспользовался этим шансом. Сидиус зажег световой меч. Вейдер начал дуэль на световых мечах. Тут же к ним присоединился ученик Вейдера. Удары летели словно вихрь. И Галлен Марик, и Дарт Вейдер сражались на полную против Дарта Сидиуса. Вейдер дал по лицу Императору. Император выронил меч, но не мешкая ни секунды, он выпустил поток молнии в Галлена, оглушив его. Параллельно схватил силы Вейдера и начал его душить. Ты заплатишь за свое предательство, Вейдер. Старкиллер снова напал, выпустив в Сидиуса поток молний. Сидиус воспользовался Томинисом, чтобы поглотить молнии. Пока Старкиллер отвлекал Сидиусом себя, Вейдер поднялся. Замахнувшись, он нанес удар Сидиусу в спину. С хрипом Сидиус уронил меч и свалился на пол. Вейдер попятился назад. Галлен Марик тоже понял, что что-то не так. Они созвали силовые барьеры. Произошел взрыв, в котором испарился Сидиус, выпуская фиолетовый дым. К счастью, и учитель, и ученик пережили взрыв, не получив никаких повреждений. Темный повелитель впитал в себя силу ситхов династии Бэйна, став последним ее носителем. Вейдер подошел к ученику. Каковы ваши указания, учитель? Наша цель – найти Кеноби. Даже через всю галактику старик Бэн Кеноби почувствовал изменения в силе. Смерть императора Палпатина не могла остаться бесследной в силе. Все живые джедаи или просто адепты силы почувствовали его смерть. Обучение Люка – единственный путь. Убиван Кеноби взял Люка в ученики. Пока он обучал Люка, по всей галактике, империя, а также наемники, которые хотели получить награду, искали самого Убивана. Пройдет почти два года, прежде чем шпионы доложат о неком джедае, скрывающемся на Татуине. Вейдер и Старкиллер прибудут на Татуин. За прошедшее время Дарт Вейдер модернизировал свой костюм. Он сделал его более легким, а также более надежным. Бэн Кеноби знал, что Вейдер тут. Он чувствовал его, а также он чувствовал Старкиллера. Он знал, что если Люк останется тут, то тогда он не переживет встречу с Ситхами. Бэн Кеноби организовал Люку путь с Татуина прямо на Дейгабу. Он приказал Люку найти там магистра Йоду и продолжить обучение у него. Едва корабль отлетел, как за спиной из Старого Рыцаря-Джедая раздался голос Вейдера. «Кеноби, отныне моя месть будет закончена». Вейдер активировал свой световой меч. Оби-Ван не стал отвечать. Он просто зажег свой меч и обернулся. Едва он обернулся, как на него обрушилась серия ударов Вейдера. Оби-Ван едва успел их заблокировать. «Твои силы слабеют, старик», — с явным издевательством проговорил Вейдер. «Убить его, мой учий». Старкиллер активировал меч и прыгнул в сторону Старого Бена. В то же время Вейдер отошел в сторону, погасил меч и начал наблюдать за происходящим. Каким бы могущественным мастером обороны Оби-Ван не был раньше, сейчас он постарел. Его фехтование стало гораздо хуже. Десятка секунд хватило, чтобы меч Оби-Вана отлетел в сторону. Затем Галенмарик создал ударную волну, которая сбила Оби-Вана с ног, и откинула его на 10 метров назад. Ситх направил в сторону джедая поток молний, намереваясь убить того. Однако, неожиданно джедай создал силовой барьер. Параллельно джедай притянул к себе световой меч. Джедай убрал силовой барьер, а Ситх перестал выпускать молнии. Оби-Ван встал в стойку Атару, чтобы обмануть противника. Будучи мастером этих обоих форм, он планировал резко переключиться на Саресу, чтобы выиграть преимущество в дуэль на световых мечах. Однако, Старкиллер не стал переходить бой на световых мечах. Ученик Вейдера притянул Оби-Вана к себе, а затем он вонзил световой меч в грудную клетку джедая. Оби-Ван держался за грудную клетку. Он выронил световой меч, а затем упал. Он был все еще жив. Теперь моя месть полностью окончена. Вейдер зажег меч, взмахнулся и нанес решающий удар. Продолжение следует...